Давайте, Александра, не получается найти источник напряжения и тревоги с утра до вечера. Позвоните мне, пожалуйста. Давайте посмотрим. Вот такой запрос, абсолютно голословный. Вот я предлагаю опять же психологам, консультантам, коллегам. Вот, смотрите, что можно делать. Пришел к вам клиент. Говорит, напряжение. Тревога с утра до вечера. Что делать? И вот давайте последим за диалогом, кому хочется, да? Алло. А, здравствуйте. Добрый вечер. Саша, выключайте тогда видеотрансляцию, чтобы ничего не фонило. Нормально меня слышно? Да, хорошо. Без задержки, да? Да. Хорошо. Так. Александра, сколько вам лет? 50. Прекрасно. Александр, ну давайте расскажите. Вот вы говорите, где это? Не получается найти источник напряжения, тревоги с утра до вечера. Опишите эту тревогу с утра до вечера. Когда начинается, когда заканчивается? Тревога начинается прям с самого утра, как я просыпаюсь. Я встаю и как бы мне тревожно. Я не понимаю, почему мне тревожно. У меня как бы очень такая нормальная жизнь. Хорошая семья, хорошая работа. То есть, как бы ни в чём проблем нету. Но тревога вот она идёт постоянно. Тревога выражается в симптоме. Вот всё. То есть, я начинаю тревожиться, у меня всё начинает расплываться перед глазами. Можно здесь поподробнее? Что такое начинает тревожиться? Сначала расплывается, а потом тревожится? Или сначала тревожится, а потом расплывается? Сначала, скорее всего, сначала расплывается, и я начинаю тревожиться. А что значит расплывается? Ну, типа как кружится голова, но она не кружится, а просто всё. Как-то начинается суета в голове, и взгляд начинает прыгать с предмета на предмет. Какая-то внутренняя суета, которую я не могу остановить. То есть, я её могу, конечно, остановить. усилием воли или сильно отвлечься на что-то. Но почему так происходит, непонятно. Опишите мне подробнее это состояние. Что такое внутренняя суета и взгляд прыгает с предмета на предмет? Можно детальнее, пожалуйста? Вот я встаю и смотрю на что-то и не могу остановить взгляд. То есть я смотрю на одно, на другое, на третье, на четвертое, на пятое. Вот так вот прыгает взгляд. Перемещается очень быстро взгляд. Я не могу смотреть долго в одну точку. А что будет, если вы оставите взгляд на одном предмете? Если я остановлю взгляд на одном предмете, все вокруг начинает плыть. То есть я вижу только этот предмет, а все вокруг расплывается. И что будет потом? Потом я никогда не знаю, что будет потом. Я до того себя не доводила. А почему не доводили? Почему не попробовать остановить взгляд? Посмотреть, что будет, когда расплывается. Может быть, все и закончится. Ну, знаете, когда я делала такое упражнение, то есть смотришь на такой вот зигзаг, в середине точка, то есть как бы заходишь на уровень выхода. не могу сказать, что это такое. Поясните, что такое зигзаг и точка. Есть такое упражнение было. Я занималась, ну, мне зрение восстанавливали. И там была такая центрифуга, в центре центрифуги точка. И вот по этой центрифуге вот зрение крутится, крутится, крутится и приходит в эту точку. И видишь только точку, и вокруг вообще ничего не видишь. И вот я очень боюсь этого состояния, что вот... А что это была за операция? Это не операция была, это я занималась в центре Бронникова. Мы восстанавливали, учились восстанавливать зрение. Так. Вот. И вот как бы когда видишь точку и вокруг вообще ничего не видишь, это очень страшное состояние. Понятно. А когда это началось? Вот выход, я нашла точку выхода выхода в невроз. Это у меня была такая операция, после которой меня посадили на гормоны. и вот от гормонов был побочный эффект, потом гормоны я кончила пить, как бы вот этот побочный эффект, он остался, вот это состояние. Какое? Вот всё прыгает, прыгает всё в глазах и тревожно, и всё расплывается. Не могу сосредоточиться. Ну так вы же только что ответили на свой же вопрос. Что? Ну вы на него только что ответили. Вы использовали какие-то гормоны, кортикостероиды, да, или что это было? Да, гормоны Ирины, какие-то гормоны были. В результате чего возникли определённые физиологические явления? Да. Ну так а при чём здесь невроз? А нет, потом я гормоны уже перестала пить, это было 17 лет назад, а с тех пор вот это состояние осталось. Но оно же было запущено в результате физиологических явлений? Ну а от состояния от этого можно как-то уйти, нет? Ну это вопрос к тем врачам, которые назначали гормоны, которые должны изучать эти побочные эффекты, это не мой профиль. Ну например, если вы принимали какие-то гормоны, в результате которых побочный эффект является особенностью хрусталика или сейчатки восприятия фокусировки зрения, то это вопрос к профессиональным офтальмологам. Нет, секундочку, операция была по гинекологии. Дело не в этом. Побочный эффект, он распространяется, который вы получили, на фокусировку зрения с расплыванием картинки по окружности. Правильно я понимаю? Нет, это состояние возникает, когда я только нахожусь в тревоге. Возможно в тревоге это состояние возникает потому, что возникает какое-то спазматическое состояние сосудов глаз и органов зрения. Потому что когда вы начинаете тревожиться, возможно, это моя гипотеза, что-то происходит с вашим органом зрения, сосудистым аппаратом, сетчаткой, хрусталиком, который нарушает правильную его работу. Подобные явления при физической нагрузке возникают? Да, такое же состояние, когда забегаешь, я на четвертом этаже живу, иногда забываю, забегаю просто, и вот это состояние возникает. И когда быстро бежишь, а потом останавливаешься, это состояние тоже возникает. Мы только что с вами практически доказали, что это связано с сосудами. С сосудами глаз? Я не офтальмолог профессиональный, у меня есть знакомая, она хирург, офтальмолог, она хирург по глазам, скажем так, восстанавливает тяжелые случаи с трансплантациями. Можно задать вопрос ей, я могу поделиться с вами контактом ее после занятия, но мы только что с вами в принципе медицински порассуждали о важных моментах, что тревога и физическое состояние запускает у вас скорее всего какое-то сосудистое состояние, потому что и тревога Саша, да? Да. И тревога, и физическая нагрузка, она сочетана, связана с сосудами, то есть и там, и там возникает подъем давления. И есть какая-то проблема в механизме зрительном, который сбивается из-за какого-то сосудистого напряжения, вызванного и тревогой, и физической. Вот если бы, Саш, у вас бы физическая нагрузка не давала подобных явлений, я был бы поставлен в тупик, потому что не может быть такого, что при тревоге спазм сосудистый вызывает, а при спорте нет. То, что вы говорите, что это и при спорте, и наоборот. То есть не может быть невротической природы, которая возникает при спорте. Когда у нас и при спорте, и при тревоге есть какие-то явления вашего характера, то скорее всего ситуация выглядела так, что была какая-то операция или еще что-либо в анамнезе в истории жизни, в результате которой либо естественным путем что-то развилось, либо это был какой-то побочный эффект чего-то, в результате которого при подъеме черепного давления или при спазмитическом состоянии сосудистого происхождения, при обстоятельствах тревоги и физической нагрузки возникает определенное состояние сосудов, которое проявляется таким феноменом. Я думаю, что вам нужно прийти к профессиональным офтальмологам и объяснить, что при тревоге и при физической нагрузке возникает подобное явление. Это первое, что я бы вам порекомендовал. Запомнили? Да, конечно. Только надо идти в нормальный центр, в хороший. Значит, это первое. Второе, то, что у вас возникает утром тревога. Давайте здесь чуть-чуть поговорим. Давайте. Вы просыпаетесь, да? Да. И что происходит? Сначала, вы говорите, начинает что-то расплываться, да? Да, и сразу становится тревожно, что вот опять расплывается. Потом я отвлекаюсь, ничего не плывет, потом я как-то поворачиваю голову, опять начинает плыть, и мне опять становится тревожно, и вот так у меня с утра до вечера болтает прямо туда-сюда, туда-сюда. Я думаю, что мы не говорим здесь о... Я не чувствую здесь связи сейчас. Я думаю, что есть какая-то автономная проблема, Саш, которую вы приобрели путем каких-то обстоятельств, вторично, за которую вы тревожитесь. Потому что, когда прогрессирует подобная расфокусировка, и когда прогрессирует это состояние, то ни один человек не будет находиться в комфорте и в спокойствии, потому что ты просыпаешься, он у тебя то так плывет, потом ты вроде собрался, потом ты отвлекся, потом опять повернул, опять заплыло, и у тебя естественным образом изникает много вопросов к своему организму, что происходит. Да, я думаю, что это симптом невроза. Нет, это скорее всего... Тут даже не... Вы знаете, тут можно пойти более глубоко, но если сейчас не глубоко, то алгоритм такой, была какая-то проблема, которую вы получили либо в виде побочного эффекта, либо в виде какого-то сопутствующего заболевания, которое обостряется при подъеме либо артериального, либо внутричерепного давления. Это первое. Поэтому оно у вас меняется из ситуации в ситуацию. Когда давление повышается выше определенного какого-то, сосудистое состояние возникает, раз, этот феномен возник. Давление внутричерепное, сосудистое упало, этого состояния нет. Да, скорее всего, так. Это первое. А вторичная тревога по этому поводу, она естественна здесь. Здесь нет невротического расстройства. Саш, но можно пойти, конечно, и поразмышлять здесь, немножечко подавить пальцы, скажем так, с капиллярной кровью, и порассуждать о том, что этот механизм мог быть вызван психосоматическими какими-то сложными невротическими проблемами, которые называются психосоматикой. Но что-то мне здесь как-то это, не совсем хочется вот так вот притягивать за уши. Это можно рассмотреть как психосоматический механизм, если вы пройдете очень хорошее исследование в институте глазной хирургии, и ни один профессор-офтальмолог не знает, что это такое. То есть, если врачи-офтальмологи не увидят какой-то ясной им патологии, то тогда мы можем начать рассуждать о том, что этот феномен это какой-то психосоматический органный невроз. Но сейчас в совокупности данных у меня есть ощущение, что это исключительно сосудистая история. А скажите мне, пожалуйста, а после чего это началось? И как давно? Вообще вот этот симптом он был очень давно еще со школы. Началось, когда я стояла у знамени как-то в музее вооруженных сил очень было много ветеранов и не пришла смена. Но нас не сменили, вожатая подошла и попросила постоять еще больше, но подольше. И тогда вот первый раз как бы меня накрыло, то есть вот это у меня все заплыло. Потом в школе это было на яркий свет реакция такая. Потом это все прошло. Иногда бывало, когда идешь по улице по открытому пространству, то есть когда не на чем сосредоточить взгляд, потом это все прошло, а вот после того, как я пропила гормоны, это все возникло снова. А когда вы всегда физической культурой занимались, такое возникало? Ну, вот это удощение, когда я бегала, я с Тайром была, бегала на 10 километров, и вот когда, если в конце там разогнаться, то вот останавливаешься, и все вокруг плывет. Это было, я спортом всю жизнь занималась, и это было всегда. Но меня это как бы не беспокоило. А сейчас забеспокоило? А? Почему сейчас забеспокоило, если это всю жизнь, например, ваша врожденная особенность, например, какая-то сосудистого дна, сетчатки, хрусталика? Да нет, вот это ощущение, знаете, как будто так бывает, когда выпьешь шампанского, и вот шампанское в голову ударяет. Это вот с этим больше на это похоже. Нет, подождите, когда шампанское в голову ударяет, у вас не плывет, и взгляд не прыгается, и все расплывается. Вот все, ну у меня, начинает расплываться, когда шампанское в голову ударяет, вот я поэтому шампанское никогда не пью. Здесь, может быть, конечно, история субъективного сбора жалоб в том смысле, что вы преувеличиваете ваши ощущения, их интерпретируете определенным образом, и может быть, мы просто говорим о некоторой небольшой какой-то вот какой-то расфокусировке зрения, но вы говорите, что у вас взгляд прыгает. Ну я, да, взгляд перескакивает с предмета на предмет, то есть как бы суета в голове такая, прыгает взгляд с предмета на предмет. А вот это прыгание взгляда со взгляда на предмет так давно происходит? Ну вот когда суета в голове, когда начинается тревога, вот так прыгает взгляд. А вот со школы этот взгляд прыгает? Нет, это я вот, нет, наверное, не со школы, После гормонов Сфокусироваться очень тяжело на одной точке То есть до гормонов всё расплывалось А после гормонов стал, взгляд, прыгать Да А в каком возрасте гормоны вы принимали? Ну, 17 лет назад Ну, почти 37 лет не было Понятно А почему за 17 лет вы не исследовали себя? Я полностью себя обследовала И что врачи сказали с этим впрыгающим взглядом? Ничего не сказали Сказали, что это вегет сосудистой дистанции Хорошо отмазали Я и глаз свой обследовала И УЗИ там даже делали И сосуды глаза проверяли И там всё проверяли Сказали только в некоторых местах Выпадает поле зрения А так всё отлично У меня даже зрение как бы Ну, как выпадает поле зрения Может быть, это и имеется это в виду? Не поняла ещё раз что? Ну, может быть, то, что у вас выпадает поле зрения Это вы и называете, что у вас что-то там плывёт? Нет, нет И там несколько точек Ну, это у всех так У всех людей У всех происходит Это выпадение поля зрения Но я вам могу сказать, что я 10 лет занимаюсь с неврозами И я таких жалоб у людей с вегеттососудистой дистанции не встречал Я первый раз слышу подобное явление Вы меня расстроили Ну, а что тут расстраиваться? Я просто, если бы я с этим сталкивался бы Если бы этот феномен прыгающего взгляда И расплывания всего вокруг Если вы смотрите в одну точку И был бы какой-то системный Связанный с невротическими состояниями Я бы об этом знал точно Потому что за 10 лет я уже насобирал только с такое количество жалоб Что в принципе их можно уложить в определенную группу симптомов И если говорить про офтальмологию То там есть определенная группа симптомов Но она больше связана с расфокусировкой зрения В астеническом невротическом состоянии Или астеноневротическом синдроме Когда человек не может сфокусировать зрение С точки зрения, что там наоборот Взгляд останавливается на одном месте И как бы все остальное уходит в такой фон То есть психика и центральная нервная система Так истощена в целом Что фокусировать взгляд Уже организму достаточно тяжело Ему приходится очень сильно напрягаться Чтобы фокусировать зрение А поскольку психика истощена Вот это напряжение Оно становится все меньше и меньше И в целом взгляд начинает мутнеть В целом такое Вот мы исследовали Когда и пациенты Которые справлялись со своим невротическим расстройством Потом фиксировали, что у них зрение стало лучше Где-то на 0,5-0,75 У многих отмечают, что зрение стало лучше То есть когда проходит тревожное состояние Зрение становится более четкое Более сфокусированное Потому что как только напряжение спадает Вот это спазматическое состояние спадает И фокусировка зрения Это в принципе один из симптомов Улучшения в терапии А вот то, чтобы взгляд прыгал Вот непосредственно Как симптом Остено-невротического синдрома Я такого не слышал Но Мы можем говорить о том Что вы с детства Со школы Имеете какую-то особенную историю Связанную с неврологией Неврология это и сосуды И психиатрия Они перекликаются И вот эта история с неврологией Которую вы имели со школы А у вас был какой-нибудь Не ставили там СДВГ вам в детстве? Ну, вегетососудистой дистонии Тоже меня полностью обследовали Еще в школе И сказали, что все нормально Просто я росла быстрее Чем росли сосуды Что-ли как-то так Мне объясняли это Насколько я помню Ну, то, что вы росли быстрее Чем росли сосуды Это что они имели в виду? Ну, откуда я знаю Что они имели в виду? Что-то имели Сказали, что все нормально Что сейчас я вырасту И все пройдет Ну, так и случилось Я выросла Все прошло Ну, я смотрю Вы прям такая выросли И у вас все прям так прошло Так прошло Что только ухудшилось А вот потом я занималась Спортом активно А потом вот после вот этого После этой операции Вот все началось Ну, после гормонов После операции ничего не было А вот через месяц Мне назначили гормоны Причем я их пыла Всего три недели И вот я считала Что вот это состояние Это как бы Побочный эффект от гормонов И вот мне гормоны отменили А это состояние осталось Постоянной тревоги А вы не задавали вопрос Врачам, которые назначали гормоны Могут ли быть подобные явления Может быть это изучено? Нет Побочные эффекты там как бы Были написаны Как бы Но при отмене Это все должно было пройти А какие были написаны Побочные эффекты Которые у вас были? Головокружение Тахикардия Там Вот эти вот Как раз эти были Раздвоение Отдвоение в глазах Вот так А То есть все-таки Такие побочные эффекты были? Все, да Все, которые Были, да Я собрала все побочные эффекты То есть скорее всего Вы по офтальмологии Собрали побочные эффекты Которые вы наблюдали Ну да А за три недели Прием лекарств Что можно На 17 лет Испортить себе зрение, что ли? Ну вот этот вопрос Надо было задать Вашим врачам 17 лет назад Об этом никто не говорил Что как бы это побочные эффекты Нет, об этом Но если вы говорите Что в побочном эффекте Таких препаратов Зафиксированы То, на что вы жалуетесь И при отмене Эти побочные эффекты Не прошли То ваша задача Была широким шагом Пойти к врачам Со словами Ребята Вы мне назначили Гормоны При которых Вот такие-то Такие-то побочные эффекты Я их отменил А побочные эффекты Эти не закончились Что сделать? Да, мне сказали Что я очень мнительная Тревожная И вот Ну как бы Все это было Все это я проходила И поэтому я решила Что у меня невроз И как бы Это симптом Какой-то тревоги Потому что я Вот я слушала кейс Когда Кристина рассказывала Про свое состояние Вот это у меня то же самое Только вот оно выражается В том, что Все начинает прыгать Я начинаю тревожиться Все начинает прыгать А я, по-моему, тошнила И у меня давление поднимало Но вот тошнелые давления Это более присуще А вот то, что у вас Там начинает прыгать Меня смущает Что у вас это началось После гормонов И в гормонах Были эти побочные эффекты Да, так было И Здесь, конечно, может быть Доля Доля Совпадения Что вы получили Какое-то состояние Не связанное с гормонами В принципе Да, потому что По идее Если бы их отменили Они бы должны быть Закончиться Если бы это были Побочные эффекты Да Мне так и сказали Либо Да, логично Либо Тут два варианта Что это состояние Не было связано с гормонами Раз И это просто совпадение Второй вариант Что Гормоны запустили Или добили Какие-то Побочные Трепожное состояние Которое было тут Причём есть ваше тревожное состояние Мы сейчас про ваше зрение Говорим А, про зрение Да Ещё раз Значит Первый вариант Что либо гормоны Никак не связаны И ваше состояние В принципе Связано с какой-то другой Неврологической патологией Вам Свойственной Потому что Я не встречал подобных Явлений За свою практику Вариант второй Что гормоны Спровоцировали Какое-то основное Заболевание Которое врачи Не видели Понимаете Либо 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 это действительно Очень субъективная Жалоба Но я не встречал Подобные Жалобы Чтобы ваше зрение Прыгало Чтобы у людей С невротическими Расстройствами Они жалуются На головокружение На слабость На расфокусировку Зрения Но Видите У вас со школы Есть подобная история Скорее всего Это особенность Вашей Неврологической Концепции Потому что При тревоге И при физической Нагрузке У вас возникают Одинаковые Симптомы Это Это говорит Скорее о том Что есть какая-то Особенность Физиологическая Ну например Вот например При тревоге Или при панике Возникает Адреналин Понимаете А вот Значит При физической Нагрузке Адреналин Не возникает Поэтому Мы не можем Говорить Что если у вас Симптом При тревоге И при физической Нагрузке Одинаковые Связаны со зрением То это Какая-то Ваша Особенная Физиологическая Сосудистая История Скорее всего У вас есть Какая-то Особенность Сосудов Я бы Знаете Что В идеале С точки зрения Медицины Как бы я поступил Если бы я был Врачом Сидел в большом Центре И вы такое И вы бы Пришли Я бы Попросил Вас Остаться В больнице И Или Пройти В кабинет И постараться Либо Понервничать Либо Постараться Поставить вас На беговую Дорожку Либо Заставить Приседать Либо Делать Бёрби Либо Отжиматься И как только Был этот феномен Возник Я бы Посмотрел Под микроскопом Что там у вас С глазом Происходит Вполне возможно Что этот феномен Он возникает Только при Подъеме Артериального Давления Врачи 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 Стандартные Обследования Когда у вас Этого Нету Этой Жалобы В активе Они Ничего Не Видят А когда У вас Поднимается Артериальное Давление Какой нибудь Сосуд Или еще Там Что-нибудь Куда-нибудь Пережимает И они Бы Это Увидели Поэтому Когда вы Проходили Обследование Возможно Просто Врачи Не Видели Потому что Сосуды Были Относительно В тонусе Нормальном А вот Когда вы Тревожитесь И когда Вы Физически Работаете Что-нибудь Там Да Куда-нибудь Давит И вот Вас Надо Исследовать В тот Момент Когда Эта Патология Проявляется Поняли Логику Да Поняла И вот Тогда И вот Тогда Может быть Это будет Заметно И врачи Скажут А у вас Вот здесь Такая Врожденная Аномалия При Подъеме Артериального Или черепного Давления У вас Тут Такое Такое Происходит И возникают Подобные Явления В принципе Это сделать Несложно Достаточно Просто Физической Активности В кабинете Врача Я поняла Ну то есть Если это Такая Аномалия То может Быть Вообще Убедить Себя Что это Аномалия Не обращать На это Внимание Ну я думаю Да А потому Что Какая Разница Что вы Обращаете На это Внимание Что нет Просто Другой Вопрос Что Если Это Нарушает Качество Вашей Жизни То это Прямая Задача Медицины Да И Просто Вас должны Исследовать С точки Зрения Тогда Когда Эта Аномалия Происходит Почему Например Вешают В кардиологии Мониторинг Холдера Да Потому что Например Приходит Невротик Или человек К кардиологу Говорит У меня Жалобы На сердце Иногда Возникают Какие-то Странные Ощущения Кардиолог Снимает ТКГ Делает УЗИ Говорит Я ничего Не вижу Поэтому Вешается Холтер На сутки Для того Чтобы Посмотреть Как Сердце Работает В нагрузке Без нагрузки Во сне Чтобы Объективно Посмотреть Увидеть Картину Без Этой Объективности Врач Не может Поставить Никакого Диагноза Или даже Гипотезу Поэтому Я вам Предлагаю Прийти К врачу Объяснить Ему Всю историю Со школы Яркий Свет Потому Параллельно Два вида Расстройства Сочетанной формы Что есть Какая-то Врожденная Особенность Или Приобретенная Что-то Связанное Со Стальмологией Отдельно Есть Ваша Тревожность Отдельно Вот Если Александра Мы Сейчас Уберем За скобки Всю вашу Историю С глазами Да Вот Вообще Про глаза Забыли Как будто Этого органа И не существовало Вообще Да Поняла А эмоционально Как вы В целом Я Мнительная Тревожная Это вы Мне Америку Не открыли Я только что Об этом Сказал А в целом Расскажите Про это Я Переживаю По любому Поводу За всех Переживаю Не только За себя Я Отличница Знаете После вашего Семинара Обнаружила Что у меня Даже пароли Везде стоят Связанные С героем труда Отличница Ас То есть Как бы Все На это Направлено Поясните Какой герой Труда Герой труда Я все делаю На отлично Стараюсь Переживаю Если что-то Кого-то Подвела Если что-то Сделала Неправильно То есть Я И какие у нас Есть ритуалы Чтобы быть Героем Труда Ритуалов Нет никаких Хорошо Какие-то Фишки Ваши Заготовки Чтобы быть Героем Труда Как вы Этого Достигаете Я Перелопачиваю Я финансовый Директор Я перелопачиваю Всю литературу Все Все новшества Которые Выходят Все законные Чтобы на любой вопрос На меня был готов ответ Управленческий учет Да Готовлюсь заранее Чтобы Когда меня что-то спрашивают И я не знаю Начинается Не паника А вот эта тревога И все начинает плыть в глазах А вы управленческий учет В Excel ведете Или где-нибудь отдельно Я в 1С Веду учет И в Excel Веду Но в 1С у вас Бух учет А в Excel У вас управленческий учет Да У меня все в 1С И торговлю тоже В 1С Я понял Ну смотрите Как вам вот этот Перфекционизм Он мешает В принципе Он больше мешает Или помогает Он не мешает А как мешает Вы же добились Такого хорошего Я сказала что не должна Все знать За все отвечать И если им что-то нужно Они в принципе Могут и сами Где-то что-то узнать Хорошо Оцените от 0 до 100 Как вы страдаете От вашего перфекционизма Ну 60 60 Да Опишите вот это 60 Самое максимальное Как вы страдаете У меня чувство вины возникает Когда я не отвечаю На вопросы Или когда Кто-то находит Ошибку И говорит А как же Вот это не сочетается Я значит сразу Я с таблицами Очень много работаю У меня таблицы Одна из другой вытекает И я значит начинаю Рыться в этих таблицах Я ничего не вижу Потому что я В состоянии волнения И мне начинает Все плыть в глазах И у меня Здесь у меня вообще Почти все 100% А что То есть надо себе сказать Стоп Пойти там в туалет Облить лицо холодной водой Побить себе по щекам Пройти в себя Вернуться на рабочее место И значит там То есть я иногда пью Алпразолам Лекарство Мне как-то прописал Невролог Я пью В такой маленькой дозе Одной восьмой Что вот она смеется Говорит Что это как бы Грюмеопатический Какой-то Алпразолам Не может он тебе помогать А вам невролог Это прописал При какой жалобе? Ну вот это вот Все То что у меня Плывается в глазах А заключение Какое было у него? Вегетососудистой дистонии Да нет такого заключения В неврологии Написано Вегетососудистой дистонии По гипертоническому типу Нет такого диагноза В неврологии? Ну вот у меня такой Я уже поняла Что нету То есть пускай врач Откроет МКВ В неврологическом отделении И покажет мне этот диагноз Неврологический Ну вот так По любому типу По гипертоническому Там нет никаких типов Это они сами себе придумали Ну нет Не врач Мне написали Я все могу сделать Правильно Диагноз скорее всего Звучал так Нарушение Либо мозгового кровообращения Либо Какая-то Недостаточность Чего-то При гипертонии У меня нет гипертонии У меня просто Когда я прихожу к врачу Когда вы тревожитесь У вас поднимается давление Ну оно Когда у меня плывет в глазах У меня не всегда поднимается У меня давление на самом деле Нормальное 130 там максимум Когда все плывет в глазах И 120 на 80 Ну тогда Возникает еще больше вопросов К вашему глазу Конечно Здесь может быть Тревога Она Фундаментально Образует Но Симптом-то Этот Понимаете Если бы тревога Образовывала Подобные симптомы И что такое Опять же Плывет Понимаете Тут опять же Вы можете Не совсем точно Выражать это А расфокусированное зрение Тогда Ну как оно Расфокусировано Я в этот момент Я вижу нечетко все Но нечетко Насколько Нечетко Так нечетко Что мне кажется Что я упаду Ну от 0 до 100 Нечетко Насколько На 80 80 это нечетко Нечетко 100 100 100 это идеально Нет 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 Наоборот Извините Я не поняла Тогда В обратную сторону Тогда На 20 То есть То есть Вы хотите сказать То есть Мне приходится Шагать на месте Практически То есть Если бы это было Вы не смогли бы Букву прочитать Если бы в этот момент На стене висела бумага Мне бы было Очень тяжело Прочитать Надо было Сосредоточиться Прочитать Сфокусировать зрение Потому что Такое впечатление Что я знаете Глазами смотрю На все То есть Как бы Сбоку И по центру На 180 градусов Как бы Взглядом вперед Я смотрю И вот На то Что меня окружает Сбоку Ну Смотрите Давайте Потихонечку Подведем итог Значит Первое Что я бы Порекомендовал Это посмотреть С точки зрения Исключительно Автальмологии Состояние Функциональное Глаза В этот самый момент Да Я поняла В нагрузке В этот самый Ну в нагрузке Пускай это будет так Только не нагрузка А именно В этот момент То есть Когда у вас Возникает Именно этот феномен На который вы Жалуетесь Именно в этот момент Надо Надо сделать исследование Тогда Может быть Врачи скажут Что вот У тебя есть Вот такая штука И они Например Там скажут Нужно сделать операцию И тогда Этого состояния Не будет Например Лазером Что-нибудь Там подшлифуют Лазером Что-нибудь Там подожгут Подрежут И все будет хорошо И это было бы Для вас Идеальное решение Проблемы Но При этом Вы сохраните себя Пятерышницей Вот этой Героем Труда И тревожной Но В принципе Я думаю Что это уже Другой вопрос Другая заявка Другая Да Есть Второй Я на этот ответ Нашла На вопрос Нашла ответ В ваших кейсах На что На то Что я Отличница Отличница Герой труда И так далее Как с этим работать Это я поняла Вот И есть Второй вариант Что вы Пытаетесь Как бы Миновать Автальмологию Принудительно Либо Автальмологи Скажут Что вот Мы тебя исследовали При даже Таком Вот Нагрузке Скажем так Ничего не видим То есть Вот у тебя Все кружится Вот у тебя Все там вертится И вот у тебя Вот такое состояние Мы в глаз Твой заглянули Там ничего нету Хотя я сомневаюсь В этом И Вот тогда Вот тогда Мы можем говорить Что это уникальный Феномен Невротического Состояния Вызывающий Это называется Органной Вызываемой Так называемой Органной Невроз функции Когда Гипертрофированный Контроль Подавляет Или нарушает Функцию Зрения Связанная С сильным Гиперконтролем Ну например Это Вот клиника Неврозов Кстати Именно Бехтерев Этим занимается Хорошо Они вот По органным Неврозам Очень большие Специалисты Сходить Сесть на консультацию В Санкт-Петербург Клиника Неврозов Имени Бехтерева Отделение Неврозов Девятая Десятая По-моему Где работал Покойный Борис Дмитриевич Кровосарский Его Коллеги До сих пор Там принимают Они вот эти Органные Неврозы Очень хорошо Изучали С точки зрения Науки Писали Диссертации Писали Большое количество Научных Публикаций Потому что Все бегают С своим ВСД Паническими Им конечно Смешно Они считают Это детским садом Потому что Невроз Это знаете Тогда когда Человек Рука Отнимается Органической Патологии Нет Или например Когда у скрипача Или когда у пианиста Возникает Спазма Кистей И При исследовании Которых Возникает Что оказывается Этот пианист Находится В тяжелом Внутреннем Конфликте С точки зрения Того Что он уже Как бы Играть Не хочет А от него Ждут Понимаете Да Вот эта Психологическая Игра И вот эти Профессиональные Органные Неврозы Они в принципе Такими вот Неврозами Махровыми Это и называются Поэтому Невроз Это всегда Функциональное Расстройство Просто они Могут быть Неврозиками Вот мы В профессии Неврозик Это тахикардия Неврозик Это экстрасистола Неврозик Это вегетативная Активность Вот это Неврозик А когда У человека Возникают Реальные Неврозы То это Действительно Серьезная Органная Проблема Да При обследовании Которой Не находятся Патологии Органа Но функция Очень сильно Атрофирована Вот Соответственно Вот Если Можно Пойти По второму Пути Либо Игнорировать Офтальмологию Раз По вашему Желанию Либо Исследовать Там ничего не найдут И вот Гипертрофирована Отношения Предлагаю Две Стратегии Стратегия Первая Посмотреть Что происходит С глазом В нагрузке И может быть Сделать Лазерную Операцию Если они Увидят Эту Проблему А уже Потом Работать С перфекционизмом Вашим И либо Вторая Стратегия Сразу Начать Работать С перфекционизмом И если Вы его Снизите До 70 То возможно Этой Особенности Не будет А если И будет Поскольку Она у вас Скорее всего Врожденная Что со школы Показывает То Во всяком И наоборот Случай Будет не такая Нарушающая Качество жизни Скорее всего Будет Два варианта Развития событий Саша Вариант Первый Если найдут Какую-то Петельку Там Или еще Что-то При подъеме Из-за тревоги То есть Возможно У вас Есть Перфекционизм Эта УКР Конструкция При повышении Тревоги Физической Нагрузки В глазу Что-то Происходит Что-то Пережимает Нарушается Что-то Там Где-то Там Я не Специалист В области Офтальмологии Еще раз И возникает Подобное Явление Сосудистое Явление А может Быть В мозгу Может Быть Это не глаз Понимаете В чем Проблема В МРТ Делали С контрастом По сосудикам Да Последний раз Как раз Вы когда рекомендовали На 14 сезоне Пройти МРТ Я пошла Делала МРТ Сосудов Сказали Что все нормально И приписали Подушку ортопедическую А что Они увидели В бестерроральных артериях Какую-то Извитость Ничего Не увидели Сказали Что Я говорю У меня же Плывется в глазах Как бы Все А они говорят Ну может быть У вас Шейный остеохондроз И Вы неправильно спите И приписали Мне подушку Я вообще врачам Как бы не доверяю Честно говоря Подушку Вам проверяют Потому что Вы пришли И они сказали Что мы не видим Яркой патологии Нарушения кровообращения А то На что вы жалуетесь Может быть связано С эпизодическим Нарушением кровообращения Ну окей Хорошо Исключили Ну тогда Либо Нужно смотреть В нагрузке глаз Может быть Что-то там нарушается И тогда Вы делаете операцию Это пропадает И потом Работаете С перфекционизмом Отдельно Но это тоже не связано Со зрением Либо Вы Сделали это И это ничего не помогло Либо не выявили И Вы начинаете работать Автономно С перфекционизмом Да Я со второго Пожалуйста Здесь Если со второго Ну окей Хотя я бы лучше Начал бы с первого Потому что Понимаете Нелогично Начинать со второго Давайте предположим Что у вас При возникновении Тревоги А из-за Перфекционизма Её много Возникает Какая-то Уникальная Уникальное Сосудистое явление В глазу Которое вызывает Подобные феномены Понимаете Время Которое вы потратите На устранение Перфекционизма Может быть Немаленьким А если вы Сделаете операцию И прижёте Какие-нибудь Сосуды Или ещё Что-то В глазу Которое Это вызывает Возможно Решит Эту Проблему Буквально Быстро А дальше Вы продолжите Работать С перфекционизмом Это просто Я сейчас Размышляю С точки зрения Медицинской Логики А вот А если вы Как бы Начнёте Со второго И В глазу Будет проблема То она Будет продолжаться До тех пор Пока вы Не снизите Определённую Нагрузку Эмоциональную И Скорее всего Вы же не сможете В ноль Снизить нагрузку Понимаете Вообще В ноль То есть Она всё равно Будет когда-то Вас догонять Поэтому Я бы сначала Исключил бы Органическую Патологию Глаза При тревоге И при физической Нагрузке Вы же никогда В этом состоянии Глаз не исследовали Нет Не исследовал Вы всё время приходили Когда у вас Всё хорошо Правильно? Нет Я приходила Когда Мне невролог Направила Блазному врачу Я имею в виду Я имею в виду Что вы Непосредственно На исследовании Не находились В этом состоянии Да У меня так не было Когда мне исследовали Глаз Понимаете Это примерно То же самое Что попасть К хирургу С осмотром Живота Но без жалоб В этот момент Они скажут Я не вижу Ничего А вот Если вы попадаете В острый момент Именно Вот этого Состояния Вот тут Тогда в этой комбинации Мы рассматриваем Следующие Альтернативы Понимаете Что я иду По древу Вариантов Как можно Да Конечно Тогда мы рассматриваем Другие альтернативы Вариант Первый Вы работаете С точки зрения С точки зрения Когнитивно Поведенческой терапии Снижаете Свою перфекционизм Эмоции Либо Действительно Загружаетесь Какими-нибудь Сидящими Транквилизаторами Седативными Препаратами Которые В целом Снижают Общее состояние Напряжения Общее состояние Гипертонуса В том числе Сосудистых стенок Да И возможно Что вот этого Препарата Снижающего Общее напряжение Вам было бы Достаточно Для того Чтобы снизить Вот эту вот Сосудистую Активность То есть Тут уже Можно будет Выбирать Либо искать Сочетанный Вариант Например Вы занимаетесь Психотерапевтом По вопросу Перфекционизма Параллельно Принимаете Какой-то Легкий Системный Транквилизатор Который В целом Снижает Общий Гипертонус В целом Вы работаете И над перфекционизмом Потому что Вам это необходимо И в целом Вы помогаете Своим сосудам Быть в таком Нормальном состоянии Которое не доводит Вас до вот этого Сосудистого состояния Ясно? Да То есть Это нормально Что я пью Иногда Одну восьму Элпаразолама Когда Тревуга Зашкаливает Мы могли бы Более серьезно Подойти Хотя бы К Двадцати пяти процентам Таблетки Одной четвертой Одну четвертую Мне все время кажется Я не врач Да Но Как бы Одна восьмая И Одна четвертая Но как бы Одна восьмая Зачем вам Одна восьмая Я просто Ее чувствую Эту одну восьмую То есть Буквально там Три-пять минут У меня проходит Вот это вот состояние О Ну видите Какая прекрасная История Что если Апразолам Как транквилизатор Вам помогает Снять это состояние То скорее всего Это спазм Сосудистый Да Это скорее всего Спазм Который сто процентов Увидят офтальмологи То есть Я скорее всего Вот вижу Очень сейчас Четко Эту историю Как мне кажется Что у вас От эмоционального Вот этого Гипертрофирования Перфекционизма Возникает Сосудистый спазм Ввиду вашей врожденной Анатомии Глаза Сосудистого Сетки Там Сетчатки Хрусталиков Бог знает что В этот момент Этот спазм Нарушает функцию Глаза У вас возникает Подобное явление Мы Должны здесь Посмотреть Можно ли Эту Спазматическую Реакцию Убрать Хирургически Как бы Прижечь Ну например В кардиологии Есть такая операция Называется Абляция Нерва Когда выделяется Нерв Определенный Проходящий Ближе Чем положено К определенным Зонам И Таким образом Купируется Пароксизмальный Тахикардия То есть Человек от этого Менее тревожен Например Не стал Менее там Возбужденный Не стал Но функция органа Она как бы Перестрахована Ну вот Поэтому Может быть Вам достаточно Сделать маленькую Операцию В глазу Чтобы при тревоге Таких явлений Не было Параллельно Либо работать С психотерапевтом Либо принимать Транквилизатор Который не дает Таких явлений Но Апрозолам Это не системная История Это скорее всего Скорая помощь Да Так и есть А я бы С вашим лечащим врачом Рассмотрел бы Что-то системное По типу ингибитора Обратного захвата Серотонина Такого Щадящего Ну вот У нас типичный Тарквилизатор Ингибитор Это Афабазол Да Он такой Легенький Безрецептурный Посоветуйтесь С вашим лечащим врачом Скажите ему Мою концепцию Дайте послушать Если он Сможет выдержать Мое Занудство Да И врач поймет Мою логику Что вот Есть тревожный Пациент У которого Есть какая-то Особенность Анатомия глаза Надо Либо Убрать Анатомию глаза И работать С эмоциями Параллельно Может быть Не обязательно Убирать Анатомию глаза Если она не убирается Назначить Системный препарат Который в целом Не даст Пока вы работаете Над своим Перфекционизмом Вам таких явлений Понятно? Да Понятно Супер Исчерпываю еще Очень Спасибо огромное Не за что Здоровья вам Спасибо Пожалуйста Так Интересно Врачи Есть? Мне просто Мне кажется Понимаете Медицинская логика Она Очень такая Вот Когда У меня знакомые Учатся в меди И они показывают Я знаю Как учат врачей Да И я вижу Что врачей Знаете Как интересно Учат Есть программа Врачевания Врачебная программа Которая связана Которая связана с Определениями Анатомиями Исследованиями Изучение Определений Изучение Вот Классификации Симптоматики Теологии Патоэтиологии Патоанатомии Физиологии То есть Есть некая Информация Но знаете Что самое Интересное Знаете Почему Не каждый Человек Может стать Врачом Просто изучив Вот эту Всю информацию Анатомии Патологических Процессов Классификации Симптоматики Синдромов Диагностики Потому что Связать Это Во единую Логику И Выстроить В голове Логическую Схему Причинно-следственной Связи И Вариативное Логическое Критическое Древо Мышления Может не каждый Врач То есть Можно сдать Анатомию Физиологию Все вот это На пятерки Но абсолютно Не понимать Как Работать В данном Случае С Человеком Поэтому Вот я вам Сейчас показал Без ложной Скромности Как выглядит Логика Самого Такого Вот Простого Приближения Как выглядит Медицинская Логика Хотя Меняет Этому Непосредственно Вот так Предмет Медицинская Логика Этого Нету Это Либо У тебя Есть Логическое Мышление Либо У тебя Нет Логического Мышления Поэтому Не стоит Удивляться Некоторым Врачам Которые Очень шаблонно Дают Рекомендации Не используя Логику При простых Таких Вопросах Логических Они ставятся В тупик Если бы Было Вот так Почему Это Здесь Не знаю Мне сказали Написать Так Я написал Я говорю Послушайте Если вы Врач Прежде чем Написать Должны Подумать Мне сказали Написать Я написал Мы все Так Пишем Поэтому Вот вам Предмет Пример Как размышляет Логическая Цепочка Всем Понятен Кейс Он Не столько Наверное Сейчас Про вас Но Этот Кейс Почему Он Вам Был Очень Интересен И Полезен Все Поняли В чем Он Полезен Для Вас Он Показывает Как Надо Рассуждать Поняли Как Логически Вы Выстраиваете Некоторую Концептуализацию Если Не Это Если Так А Если Бы Это С Этим То Вот Это Вот Немножечко Про Все Таки Логическую Схему Поэтому Наверное Шахматы Мне здесь Помогают Все Таки Помогают Я не знаю Что Первичный Курица Здесь Или Яйцо Сначала Я Потом Шахматы Или Сначала Шахматы Потом Я Но Так Или Иначе Чтобы Чтобы Понять Ваши Неврозы Надо Быть Очень Логичным В этом Смысле Человеком Согласны Этот Кейс Был Полезен С точки Зрения Как Надо Рассмышлять Например Если У меня Была Проблема Сердцем Почему Я Тогда Занимаюсь Спортом Логично Или Например Если Я Боюсь Умереть При Тревоге Потому Что У меня Пульс 120 130 Почему Тогда Я Не Умираю На Беговой Дорожке При Пульсе 150 То есть Хотя Бы Вот Такая Простая Элементарная Логика Она Для Пациентов Она Уже Очень Терапевтична Другое 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 Что У нас Логика Проблема Многих Людей И Эта Логика Она У них Такая Специфичная Может Боль во всех Суставах Являться Симптомом Невроза Но Я Не Помню Симптомов Невроза Но Это Может Быть Симптомом Психосоматического Психосоматического Заболевания Связанного С Психосоматикой Какой Нибудь Артрит Или Какой Нибудь Системная Какая Нибудь Мультимодальная Проблема Именно Суставов Надо Изучать Более Детально Не Надо Все Под Невроз Перетащить Надо Подходить Системно И Критично Системно Редактор субтитров